В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Секреты музейной ночи, когда в Барнауле отремонтируют Краеведческий музей. Мгновение, сколько непристегнутых детей гибнет под колесами на дорогах края. 30 призеров. Ну, сейчас я ногами сказал! Вот и все, больше ничего не надо! Как алтайские спортсмены удержали на лопатках соперников. Получила доступ к интернету и телефону. Наша землячка Мария Бутина, осужденная американским судом на 18 месяцев тюрьмы за деятельность в Соединенных Штатах в интересах России, записала видеообращение. Об этом говорит агентство «Интерфакс». Мария напомнила, что ее адвокаты намерены обжаловать приговоры, ей предстоят новые траты. Бутина просит всех, у кого есть возможность помочь ей финансово. Россиянка констатировала, что несправедливость происходит сейчас со многими соотечественниками, и ее ситуация лишь отражение текущей действительности. Напомним, по версии следствия, Бутина как минимум с 15-го года занималась в Соединенных Штатах конспиративной деятельностью в пользу России. В конце 2018-го она признала вину в нарушении закона Соединенных Штатов и пошла на сделку с прокуратурой. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовых, произошло сегодня на границе с Алтайским краем, пишут очевидцы в паблике «Барнаул-22». Сообщается, что ДТП произошло на трассе Р-256 в районе перекрестка КП в Черепановском районе. По данным источника, участниками аварии стали около семи машин. Информация о пострадавших не поступала. Ну, кстати, всего с начала года в крае произошло восемь ДТП с участием детей-пассажиров в автомобилях, которых не было автокресел или дети были не пристегнуты. Пострадали девять несовершеннолетних. Будь они надежно зафиксированы в креслах, подобных травм, возможно, было бы меньше, говорят полицейские. Алтайские медики и сотрудники ГИБДД провели совместную акцию и, что называется, не отходя от кассы, прямо в роддоме рассказали родителям, почему так важно оснащать машины автокреслом. Подробности в сюжете Александра Захарова. В семье Константина и Ирины Воронковых сегодня особенный день. Счастливый отец приехал забирать жену и долгожданного первенца Дмитрия. Глава семьи подготовился к этому событию основательно. Влоть до мельчайших деталей в виде наклеек на автомобиль. Не забыл он и еще один важный аксессуар – детское автокресло. Автолюлька крепится в обязательном порядке с обратной стороны, против движения. В Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства совместно с краевым ГИБДД провели акцию. Ее цель – объяснить родителям, почему так важно иметь в машине удерживающее устройство для малыша. Ведь еще свежа в памяти трагическая авария на проспекте Ленина в Барнауле, когда гонщик на БМВ врезался в автомобиль, в котором ехали непристегнутые дети. И всегда сам пристегиваюсь в автомобиле, поэтому ребенок должен быть всегда под защитой. Мы обязательно будем пользоваться только автокреслом, обязательно, потому что это безопасность нашего ребенка, за которого мы в ответе. После того, как счастливые Ирины и Константин уехали, дорожные полицейские врачи учреждения провели ЛИКБЕС по автокреслам и для будущих рожениц. Ребенок уложен, ремни заходят за плечики, происходит соединение. За четыре месяца 2019 года у нас выявлено таких нарушений более двух тысяч. Если ребенка перевозят без детского удерживающего устройства, ответственность наступает административного характера. Штраф за такое правонарушение – три тысячи рублей. Хочется верить, что до штрафа дело все-таки не дойдет. А все родители осознают, что детское кресло или люлька – это не просто чья-то прихоть, а возможность беречь самое дорогое. Александр Захаров, Николай Шелко. День с толком. Ну а сегодня на трассах края введен запрет на передвижение тяжелого транспорта. Исключение – автомобили экстренных служб, пассажирские автобусы, спецмашины, например, почтовые, перевозящие продукты или лекарства. Ограничения традиционно вводят летом, до конца августа, на двух федеральных трассах. Действует оно с 10 утра до 22 вечера, при температуре воздуха выше плюс 32. В жару дорога наиболее подвержена деформации, поэтому, по словам специалистов, запрет на проезд большегрузов – самый действенный способ защиты дороги в летнюю жару. Ну а реконструкция Алтайского краеведческого музея обойдется Алтайскому краю в 300 миллионов рублей и начнется в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко во время проведения музейной ночи в Барнауле. Напомним, о ремонте музея впервые заговорили еще в 2012-м. Проект предполагает реставрацию основного здания и пристройку нового корпуса. Всего во время музейной ночи в этом году в краевой столице работала 41 площадка. Открытие состоялось на нулевом километре, здесь же прошла выставка ретроавтомобилей. Традиционно к акции присоединились все музеи и выставочные залы города. Но на этот раз в качестве экскурсовода в себя решили попробовать даже чиновники. В музее транспорта, например, гостей встречал лично министр краевого Минтранса. Впервые к акции присоединилась и старейшая гостиница советского периода Алтай. Подробнее о том, как прошла музейная ночь в Барнауле и какие были решения, смотрите в вечернем выпуске. Ну и о спорте. Сергей Шубенков стал третьим на этапе бриллиантовой лиги в Шанхае. Этот старт стал первым для нашего спортсмена после зимнего перерыва. Состязания прошли в субботу и собрали ведущих барьеристов планеты. Победу на дистанции 110 метров с барьерами с результатом 13,12 секунды одержал действующий чемпион мира ямайский спортсмен Амар Маклауд. На 0,05 секунды от него отстал китаец Севин Цзюнь. Сергей Шубенков финишировал третьим. Его результат 13,28 секунды. Ну и напомним, что год назад на этапе в Шанхае наш барьерист занял третье место, показав примерно такой же результат. После старта Сергей Шубенков написал на своей странице в Инстаграм, что ему немного обидно, что это бронза. Завтра Шубенков выступит в Китае. Ну а в Барнауле прошел чемпионат края по греко-римской борьбе в памяти погибшего капитана полиции Рафи Исраиляна. В 2015 году он попал в смертельное ДТП во время погони за пьяным водителем. Мужчина был кандидатом в мастера спорта по борьбе. Поэтому каждый год в память о нем проводят краевой чемпионат, который дает путевки спортсменам на региональный этап. Тактические танцы на ковре за сантиметры за победу. Сибирь, Тюмень, Курган и Казахстан. Больше ста спортсменов встретились в Барнауле, чтобы кинуть соперника на лопатки и дожать на ковре. Всю злость хочу показать только на ковре, а за ковром более хочу быть спокойным. А сам по идее вообще характером вспыльчивый, и этот вспыльчивый использую только на ковре. Эти слова повторит любой спортсмен-борец. Вне ковра все они отдают отчет силе приемов и не дерутся, но на своем учатся стоять до конца. Таким был и капитан полиции Рафи Исраилян. Кому посвящен этот чемпионат. В 2015-м во время погони за пьяным водителем он попал в смертельное ДТП. Врачи не смогли его спасти. Теперь каждый год о нем вспоминают здесь. И по словам участников, борьба – это не только о победе и правде. Это дружба настоящая. Когда люди друг с другом, можно сказать, вот в таком контакте, в сантиметре находятся, они, как правило, дружат намного лучше. Если они в дальнейшем помогают другу по жизни, плюс сформулируется характер. Помимо того, что после нашего вида спорта они обязательно все становятся олимпийские чемпионы. Они уходят в люди, становятся достойными людьми, достойными отцами. Слушать тренера и доверять только себе. За 90 лет, что на Алтае занимаются крикоримской борьбой, правила не меняются и суеверия не действуют. Я не верю в эти приметы. Потому что если как тебя научат тренер бороться, так и надо бороться. Если ты не умеешь бороться, не борись. Среди 30 призеров чемпионатов, зашедших на пьедестал, 12 мест завоевали алтайские спортсмены. Все они будут представлять край на чемпионате Сибири в ноябре. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. А грибной канал в Барнауле, где в 2018 году проходил крупный международный турнир Кубок чемпионов, станет еще лучше. Власти края продолжат канал развивать. Здесь в 2021 году планируется провести этап Кубка мира, чтобы все было на высшем уровне. В развитие грибного канала планируется вложить 260 миллионов рублей. В ближайшее время здесь хотят возвести обводной канал с мостом. Подрядчик уже определен. Он и должен построить канал определенной ширины и глубины с учетом колебания воды и риска паводка. Необходимо будет укрепить берег, обустроить парковку, подъездную дорогу, провести благоустройство. Все работы планируют завершить до 1 октября 2020 года. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноз погоды Банк Восточный. Ну а у меня на этом все новости. До встречи в вечернем эфире. Субтитры подогнал «Симон»!